Нюхаю здесь пасека. Вкусно пахнет. Я и люблю. Немножко дымим, чтобы они здесь... Не хулиганим. Да. Экскурсию мы можем устроить по пасеке. Пчел показать, медагун, как мы качаем. Что мы делаем. Если хотите, если не хотите. Так, так, так. Это бесплатная у вас экскурсия? Да, бесплатная. Хотим, конечно, тогда. А если бесплатно, хотим. Пчелы не пусаются, немножко жалят. Да, у них жало есть, они не пусают. Ну, мы прополисы тут наелись, так нас сейчас... А если тебя интересует бесплатная у вас экскурсия, что про пчелы нам расскажут? Как нам быстро сейчас расскажут. Нам быстро про пчелы расскажут, чтобы мы не одни были, типа... С улика давайте начнем, если хотите. Да, мы хотим. Если не хотите, то мой сын даст вам попробовать медаль, если хотите. Ну, когда вам еще экскурсию, что вам проведут? Да. Мы договорились. Такой смартфон улик здесь у нас есть. В одном улике, можно вот так вот пройти, в одном улике одна семья живет, одна натка здесь живет. Здесь они под стеклом находятся. Все, что вы видите, это рабочие пчелки, это девочки. Они все под стеклом у вас, и в других тоже? Нет, нет, нет. Это только смотровая, чтобы провести скурсию, остальных они закрытые. Вот, здесь одна королева у них, матка мы ее называем. Где она? Матка постав... Так ее не увидите. Матка даже, когда мы ее ищем, ее отсадить в изолятор, иногда заменить ее, там пересадить в другой улик. Она не показывается, она всегда убегает. Вот рамку достаешь, она с другой стороны рамки раз и спряталась, она лишний глаз не почувствует. А чем она отличается от обычных, как вы ее узнаете? Она в два раза больше, чем она, у нее вытянутая задняя часть, у нее вытянутая, она откладывает постоянно яйца полгода, вот как цветение идет, она постоянно откладывает яйца. А маточное молочко у нее? Маточное молочко у нее нету, маточное молочко выделяют пчелы. Матка всегда окружена пчелами. Девочками. И они постоянно ее кормят маточным молочком, кормят ее пыльцой, и она сама тоже может и пыльцу есть, и мед есть, но они ее обычно всегда сопровождают. У нас кормили, но и святы. Крутные мальчики, они обычно весной их выводят, они сами любят здесь все. Для облета, для поддержания здесь тепла, когда холодно. А когда место подходит к концу, мальчиков сокращают они. Пчела летает где-то 10 км в диаметре, у нее такой облет рабочий, она может и дальше лететь. Но просто если она дальше летит, все, что она собрала, по пути она съест на обратном. Она даже, когда отсюда пчела вылетает, она набирает немножко в зобик свой, ну как топливо, например, мы заправляемся. мальчиков полетела, если нашла, принесла, если не нашла, чтобы она смогла вернуться спокойно, у нее должно быть топливо. Силы были. Да, силы были. Вот. Пчела собирает нектар. Нектар он жидкий, там много влаги, она пчела принесла, положила в нижние соты, добавила свои ферменты, выпаривает влагу. И вот так вот в течение месяца, пока цветет какая-то культурная мальчиков, она 2-3 раза где-то перекладывает, вот это называется дистазия меда. И после того, как мед уже заферментировался, лишняя влага выпарилась, вот они печатаны, сверху начинают, они запечатывают соты. Если рамка на 1-3 запечатана, печатный, ну, печатный есть мед, то эту матку, то есть этот мед уже созрел, его можно откачать. Если незрелый мед откачать, то вам в течение пару месяцев может прокиснуть, да. Его можно есть, но просто он прокиснет, клуба не стоит. А вот это мед засахарился. Это кристаллизация меда называется. Нормальное, да? Да, это нормальное явление. У нас на нашей территории не кристаллизуется это чистый каштан, который в каштанке собирается, монофлёдный мед такой, и акация, она не кристаллизуется, она несколько лет может стоять, не кристаллизоваться. А остальные все быстрее всего разнотрави кристаллизуются, липовый мед кристаллизуется быстрее всего, а остальные майский, горный мед, ну, это да, по классификации пчеловодческой, они где-то кристаллизуются в течение полгода, может год стоять. Это в зависимости от фруктозы, сахарозы, глюкозы, сколько находится в меде, от этого она кристаллизуется быстрее или медленнее. А вот год, если мед простоит, он теряет свои какие-то? Ничего с ним нет. То есть такие свойства абсолютно нет? Нет, он не теряет свои свойства, даже мед, который несколько лет... А то прям свежий, свежий мед. Свежий мед, он более ароматный, скажем так, он более такой душистый, просто он имеет больше запаха, чуть-чуть он больше постоит, там вкусовые качества остаются, запах все равно, он потихонечку уходит. Ну, например, банку откроешь, она не так уж, если флягу открыть, она больше запаха от нее будет. Если мед слишком пахнет, мед так очень, если он свежий, да, в первом месте он будет душистый такой может быть, но если он слишком пахнет, то это признак того, что это, я не знаю, что-то, какая-то добавка. Да, все, вы посмотрите, все, что у нас продается, хоть напитки, что-нибудь, если ароматизатор есть, он пахнет, да. Даже компот, который вы дома сделали, он же не пахнет, настоящий клубник, он в первое время пахнет, а потом он постоял там 2-3 месяца в банке, он же так сильно не пахнет. А скажите, а сколько вы откачиваете с одной вот этой вот? Смотрите, в горах мы откачиваем мало. С одного улика можно откачать где-то 15, максимум 20 килограмм можно откачать. Это очень хорошая года, когда все цветет хорошо. Улик это вот один вот этот. Да, один улик. А что это за пчела? А, вот это и есть трутень. Это мальчик. Вот еще один мальчик они вышли. Когда открываешь, они на поверхность. Вот мальчик. А вот этот трутень, да? Да, трутень. И вот еще мальчик. Да, только перед литками не ходить, они могут ужалить. Не мальчик. Трутень не работают. А? Беленькая у него вот эта, да? Чем он отличается? Беленьким? Ну, он больше, посмотрите, она пчела больше, у нее, она толще немножко. Вот посмотрите, посмотрите. Они объедают и ничего не делают, да? Видите, как девочки их гоняют? Неправильно. А почему они их не прогоняют тогда, если они ничего не делают? Ну, вот трутень так и называют. Они не добывают нектара. Они нужны для продолжения рода, скажем так. Когда холодно, они греют вас плод. Ну, такую функцию немножко. Здесь матриархат здесь. У пчел матриархат здесь. Мамка у них, вот королева руководит всем. И девочки вот руководят. Мальчики здесь как-то... Ну, они греют. А мамка где-то там, да? Они греют душу, да, девочка? Где-то там? Где-то там? Нет, она где-то здесь находится, просто ее так не... Ее надо открыть, посмотреть все эти 12 тамок, посмотреть. Может найти, может найти. Она может и на дне где-то спрятаться. Она прячется, она не любит чужой глаз, скажем так. А зимой пчелы? Зимой пчелы, они вот... У нас зимы очень теплые и короткие. Это... У нас это минус. Пчела должна отдыхать. Вот, например, если в центральной части России, на Дальнем Востоке Сибири, там... Вот уже в сентябре уже у них пчелы уходят на спячку. Они собираются в клуб. И вот то, что они собрали летом, то, что им оставили, они потихонечку съедают. Вот клуб перемещается по рамкам, вот отсюда взять вот так вот. Он миллиметр в день где-то перемещается потихонечку. Потихонечку съедают свои запасы. Там полица есть, там... Ну, пергана называется, там мед вот есть. Потихонечку она туда-сюда ходит и наступает весна. У нас весна уже с начала... В феврале у нас иногда бывают здесь такие плюсы, что кизил зацветает, у нас орех. Лещина зацветает, полица появляется, чела начинают летать. Когда полица приходит сюда, матку начинают кормить, она уже матка начинает сеять. Без полицы матка не сеет. Полица, если природа есть, это для них уже знак, что пришла весна, пробуждается все. То есть можно новых пчел породить, старые, зимние, они отходят. Вот. А скажите, снег здесь зимой есть у вас? Есть. Есть снег, но он долго не лежит. Особенно последние, ну, уже несколько лет, я не знаю, вот возьмите даже Олимпиаду. Олимпиада у нас здесь февраль месяц плюс 16, плюс 17. Вот такая погода была. У нас зацвели эти алыча, вот дико, наши алыча, вот первые кизилами, все зацвели так. На берегу, говорят, очень сыро, как здесь по климату? То же самое здесь, ну, здесь 10 км от моря. Ну, все равно же не в море, уже в горах почти. Здесь похолоднее, да. Здесь похолоднее. Единственное, чем отличается, где-то 2-3 градуса здесь холоднее, чем на море. Здесь каждый подъем на 100 метров минус 1 градус примерно идет. Ну, тоже сырость ощущается, да? Да, сырость здесь ощущается. Сколько минус максимальный? Вот в прошлом году у нас заморозки были где-то днем плюс 2, плюс 3, около нуля. Ночью минус 10, минус 12 здесь вот на это. Вот на море где-то минус 5, минус 7 было вот так вот. Это какой месяц был? Это был январь месяц был. В декабре иногда такие морозы бывают. Ну, в последнее время, я не знаю, но это общее потепление, наверное, глобальное. А вы тут находитесь в этот период? Да. Мы здесь, кто-то нам постоянно здесь старший брат или я здесь постоянно кругу. Чем отапливаетесь? Чем угодно. Электричество можем отопить. Здесь у нас электричество есть, континент висит. Печку, буржуйку можем поставить. А так мы в роли здесь большой кичмай, где проезжали, школа, детский сад, где вы видели, вот там мы живем, там у нас дом. Здесь это наша пасека, наш оборот, здесь сад наш. Хорошо, спасибо. Вот. Какие-то вопросы, если есть, задавайте. Что, может? Вы, кстати, будете мёд пробовать? А какой, допустим, мёд есть майский, есть... Здесь мы качаем, на этой пасеке мы качаем майский хаштан. Хаштан липа, ежедика такой мёд. И плющевый последний мёд, он сейчас только начал цвистеть. А откуда пчела знает, чего она съела? Нет, пчела она не знает, это мы знаем, что она съела, когда, что произошло. Каждое дерево, которое здесь у нас растет, каждый кустарник, я знаю, в какое время он цветет. Я знаю, когда... Вот майский мёд, например, возьмите, у нас в мае цветет. Боярышник, черноклён цветет. Здесь у нас много груша, яблока, вишня, дички такие, знаете? Которые с косточки растут, птицы разносят. Вот они у нас цветут, первые весенние цветы, и ежевика в середине мая начинает цвести. Вот это в конце мая мы откачиваем, это получается майский мёд. Потом ставим рамки обратно, откачаный. Другой мёд, получается, у нас начинает каштан цвести, две недели он цветёт. Откачали немножко каштанного мёда, потом начинает цвести, вместе с каштаном липа цветёт и ежевика тоже цветёт. Опять второй раз. Там уже получается каштан, липа и ежевика. Потом у нас июль, август, пчела находятся на подножном корме, так сказать, что цветёт и ежевика. Потом у нас в сентябре, тоже погода иногда смещается, плюс-минус, если жарко. В этом году она на две недели сместилась назад. Вот плющ сейчас начал зацветать, он должен зацветать в сентябре, начале сентября. И плющ его мёда они соберут в сентябрь и октябрь, он тоже долго цветёт, два месяца почти. Где-то, где солнечная сторона, она быстрее цветёт плющ, как у двух деревьев. Это дикий плющ, он съедобный. И после, где-то в октябре, мы её в конце октября откачиваем. Он густеет, такой беловато. Попробуйте, можно мы с вами виду вас? Пошли пробуйте. Там у нас медогонка находится, вот в палатке у нас меда находится. Здесь у нас старая медогонка есть, тоже показывает, как работает. Ну, давайте вот, вот это у нас грязные, никто их же не трогал? Нет. Вот он, плющ, да, беленький? Давайте мы вот начнём и все вместе попробуем. Вот возьмите, кто будет пробовать, возьмите палочки. Возьмите мне кто-нибудь, пожалуйста, палочки. Я открою, я открою и сразу закрою, потому что пчёлы налетят. Так, вот один из меня у нас зашёл, давайте попробуем. Просто все вместе попробуем, чтобы по 10 раз мне объяснять. Вот это плющевый мед, это его консистенция. После откачки он жёлтый. В два раза в один нельзя лезть с палочкой, хорошо? Это одноразовые палочки. Он после откачки такой жёлтый цвет, жидкий имеет. Через 2-3 недели он вот такой консистенции превратит. Это плющевый мед. Плющ. Если на солнце его поставить, он расставит, как жёлтый мёд обычно он будет. Каштановый... Новую палочку, да? Да, новую палочку возьмите, только хорошо облежите, обсосите. Я не знаю, как сказать по-русски правильнее. Чтобы просто пчёлы не налетали, меньше их прилетало сюда. Возьмите. Возьмите. Если горло заболит, чё он нужно? Какой мед? Горло заболит? Прополис. Прополис выживать. Лучше всего давайте каштановый мед. Это чистый каштановый мед, монофлёрный. Здесь примесей нет. Только он жидкий, смотрите, много не макайте, и он потечёт. Ну, так, давайте, давайте, сейчас. А, чуть попрутили туда-сюда. Сейчас одну пусину. Возьми, если хочешь, дай твой попробовать. Это каштановый мед. Он немножко горчит и першит в горле. Это его такое состояние. Другой мед, который с каштаном мы качаем, здесь каштан липо-режевика. Просто они тоже вместе растут. Сейчас с вами дадим попробовать. Росик, вот отсюда возьми-ка, вот здесь дай им попробовать. Хорошо? Вот на этой стороне, чтобы не тянулись все. Вот это каштан липо-режевика. Так, другие палочки возьмите. А где у нас другие палочки тоже? Каштан липо-режевика. Мусор который? Да, это да. Это, да, это... Он такой щекотный мед. Так, только да. Так, это у нас каштан. Каштан липо-режевика это. Он уже более сладкий. Если чистый каштанный мед, он горчит немножко. Першит горлит. Ой-ой-ой. Ничего, я его достану. Хлопок надо увидеть у меня. Так, давайте я его отпущу. Пусть он там будет. Он упал. Ничего, она оближется и улетит. Она беднее. Если улетит. Не улетит. Улетит, улетит. Они могут... Пчела может находиться в меду. Пять минут она не упал. Полностью находиться. Ее достаешь. Она течет. Не терминал. Через смс можно перевести. По номеру идти. Ну, здесь онлайн вряд ли вы просто найдете. Есть такой интернета в горах у нас нету. Так, дальше дадим вам попробовать липу. Дадим попробовать липу. Русик, а где у нас пробники? А он с первой нос какой-то. Забрус это что? Забрус это верхние крышки сот. Когда слезаешь. Вот сюда. Вон они. Липу дай попробовать. Липа это с Галинжутского перевала. Ты новую взял палку? Липов Рощи у нас три Липов Рощи. Новые палочки. Возьмите вот здесь вот. У меня есть. У тебя новая палка? Новая. Осторожно, да. Где здесь номер телефона? Попробуем липу. Да, первый номер телефона это мой. Второй моей жены. Возьмите визитку тоже возьмите себе. По почте оси можем отправить. Можно еще. По России. Еще ты хочешь? Не распробовал мед? Нам не жалко. Только не прокат. Это липы. Чисто липы. Кто туда страней своих не допускай пожалуйста. Кто-то покупать ее. Когда пчела собирает с липы. Лиз акации когда пчела собирает. Она на другое ничего не смотрит. Потому что липы акации это такие медоносы. С них легко пчела собирает мед. И она, ну, ей легче. И она быстро собирает с них. И поэтому что-то если под ними растет, она ее не собирает. Где-то когда меньше килограмма если она несет, то может на другое что-то отвлекаться. Акации попробуйте. Здесь гурная акация. Она немножко с чернокленом здесь. Восиф, попробуй дай. Акации если хотят. Вот это вот челочка итальяночка. Желтая такая. А просто черноклёна нету? Черноклёна нету. Ну, в этом году у нас черноклён цветется. Такой черноклён. Черноклёна вы не качали. Вкусный, да. Вкусный такой. Согласен. И майский мед попробуйте, который я вам рассказывал. Я, помните, я рассказывал, что у нас из себя представляет наш майский мед. Да. Там чего-то всего целая куча. Три пчеловода. Максим, скромнее давай. А? Скромнее, а то как пушку прибужу. Три семьи работают на вот всё, что здесь есть. Чё, как бы перевернуть? Чё, чтоб она не капала. Всё, заглядай. Вы на первый номер? 200 рублей, да, на первый. Вот этот нам зайдите. Вкусный. Хорошо. Ну, дойдёт. Этот, знаете, такой он. Как бабушка. Нет, нет. После бани давала. Он мне тоже придёт. По вкусу напоминает. Вот перевод 200. Мадина. С Марией Ляшевич. Да, каштан на самом деле. Да, это я. И у меня. Он мне каштан и акация понравились. Здесь у нас, знаете, даже смс тоже. Не быстро. Ну, соты здесь далеко находятся. А где клюшка, который снимал? Соты здесь далеко находятся, поэтому пока всё это дойдёт. Ну, это у дядь. Спасибо. Это у дядь. Это у дядь был. И что он не привез? Да, можно. А что он не привез? Сюда. Здравствуйте. Смотрите. Приезжает на я. Я не уехала. Она сейчас дома отдыхает. Вы помните, да, наши меда? Дать вам попробовать или напомнить? Возьми, пожалуйста. Возьми визитку. Хорошо. Трусик визитки дай, Россия. Спасибо. Это что у вас, вот это, каштан? Нет. Можно каштан? Так. Вот отсюда можно взять. Вы хотите с каштаном начать? Ну, давайте с клюша начнём. Просто по порядку они здесь стоят. Клюшевый мёд. Сейчас он у нас зацветает. Только-только начинает. Это прошлогодний клюшевый мёд. Но от качки до качки мёд не теряет свои свойства. И нормальный, чистый, откачанный мёд, он может несколько лет стоять, и никаких проблем нет. Ну, там какой-то откачка. Вот это, да, откачка, он говорил. Или что-то. Вот это, да. Ой, вот ошмётки медовые. Да. Что-то. Ой, да, Микстроэ, да? Ничего нет. Ну, как вам мёд? Как тебе, Настя, мёд? Ты, кстати, не поняла, да? Эта хурма растёт. Да? Вот она. Ой, прикольно, вот хурма. Как у Самвела, только у него меньше, а тут такая большая. Большенькая, Каля. А вон и маленькая хурма тоже растёт. Сейчас посмотрим хурму. Что за мамонтку ещё? Сломались, бедно. Ну, это хурма. А наше очень не то, как тебе где-то. Какие милые мамонты. Какие без носов-то. Ой, яблочки. Милые мамонты. Без носов. Нет, мамонтёнок. Пусть мама услышит. Пусть мама придёт.